Красноярск впервые стал эпицентром федеральных учений авиалесоохраны. Лётчики, наблюдатели, парашютисты федеральной службы провели в окрестностях нашего города масштабные сборы. В край съехались инструкторы из регионов Дальнего Востока, Сибири, Приволжья и Московской области. В программе учений спуски с вышки тренажёра, укладка парашютов и спусковых устройств, прыжки с самолёта и спуски с вертолётов. Такой комплекс тренировок по десантированию называется «С неба в огонь». Подготовить к пожароопасному сезону в этом году нужно 700 парашютистов и десантников федерального уровня. Ну а далее ещё несколько новостей коротко. В Октябрьском районе 10-летний мальчик попал под колёса. Школьник вышел из автобуса, обошёл его спереди и внезапно начал перебегать дорогу в неположенном месте. Водитель Сузуки, который просто ехал по своей полосе, зацепил мальчика, он упал на асфальт. С травмами ребёнка доставили в больницу. В Ленинском районе красноярец пытался обокрасть гипермаркет с помощью детской коляски. Спрятал туда два кейса со сварочными аппаратами, но попался на выходе из торгового центра и бросил добычу на парковке. Своё прикрытие взял у сожительницы под предлогом, что поедет забирать ребёнка у бабушки. Выдал себя лжеотец почти сразу. На мужчину с коляской обратили внимание охранники, а полицейские узнали в нём ранее судимого 36-летнего красноярца. За попытку грабежа ему грозит до четырёх лет тюрьмы. В Енисейске открылся новый аэровокзал. Старое здание сгорело ещё полвека назад. В новом помещении – просторный зал ожидания, комната матери и ребёнка, современная пропускная система, камеры хранения. Появление нового аэропорта ждали местные жители и туристы, которые хотят посетить старинный купеческий город. Пропускная способность гавани увеличилась до 100 человек в час. Открылся первый в этом году набор в трудовой отряд главы города на март. Найти работу могут подростки от 14 до 17 лет на один месяц. Подать заявку необходимо на сайте трудовойотряд.рф. Чтобы работать больше одного месяца, нужно будет заново подавать заявку. Историческое здание барного дворика на Карла Маркса 96 продают за 60 миллионов. Сейчас все площади сданы в аренду под рестораны и бары. Заведения продолжают работать. Флигель усадьбы Тропина – объект культурного наследия. В прошлом сентябре собственник здания получил штраф за установку купола на крыше. Менять облик флигеля нельзя по закону. Продолжение следует...